Бездомные животные не падают с небес. Это результат человеческой безответственности. По вине человека, который по каким-то причинам решил, что ему не нужны домашние питомцы, животные становятся пугливыми, а иногда и жестокими. Так и случилось с Нилом. Красивый кот черно-белого окраса из-за хозяйской прихоти мог оказаться на улице. От него просто решили избавиться. Хозяйка поставила ультиматум для зоозащитников. Или они его забирают, либо он умрет на улице. Хозяева не убрали трубку. Потом они нам позвонили. Мы сказали, что забирайте его. Один из кураторов поехал его забирать. Мы нашли его в ужасном состоянии. Он был истощенный, он был грязный. Сидел он у них то ли в гараже, то ли в кладовке какой-то. Домой они его вообще не брали. При этом еще и кормили плохо. Вот мы его забрали, помыли. Он у нас уже опять отъелся. И стал вот таким он красавцем. Завести животное хотят практически все. Но мало кто задумывается об уходе за ним. Некоторые считают, что собаки или кошки должны сами добывать себе корм. И зачастую держат их в подвалах или гаражах. А когда они приносят приплод, выбрасывают или подкидывают их кому-нибудь, надеясь, что добрые люди их подберут. Попала она к нам, конечно, истощенная, как и все остальные. Но сейчас она уже ласковая, хорошенькая такая кошечка. Ничем не болеющая. Об этом пятикилограммовом облаке счастья мы уже рассказывали. Его зовут Карл. Любитель обнимашек не всегда был таким ласковым. Карла нашли в очень плохом состоянии. Кот просто умирал от голода. А самое трудное было его выходить. Когда кошки долго голодают, после они не могут самостоятельно кушать, так как истощение влечет за собой большой букет заболеваний. Это шикарнейший, огромный кот. Он очень ласковый. Любит повисеть на шее. Как берешь его на руки, он сразу тянет лапы обниматься. Он может и шею зацеловать. Он очень спокойный кот. И сейчас он у нас занимает няньку. Он у нас нянчится с маленькими котятами. Для кого-то домашние питомцы – член семьи в буквальном смысле этого слова. А кому-то нужны в качестве охранников или мышеловов. И когда они стареют или заболевают, их выкидывают на улицу, как ненужную вещь. Животные, как и люди, нуждаются в ласке и любви. Так давайте же им будем дарить это. Ведь дальнейшая их жизнь зависит от всех нас. Чинчи Самбуга, РС Хавалыг, телекомпания «Новый век».